Добрый день. Меня зовут Азат Губайдулин, я совладелец дизайном бюро EV Design. Несколько лет назад я решил лично собрать свою бригаду для того, чтобы контролировать ход ремонтно-отделочных работ. В тот момент у меня за плечами было уже два серьезных ремонта в своем доме. Мы выравнивали стены по маякам, выравнивали стяжку пола, переносили трубы, всю электрику, и мне казалось, что я знаю о ремонте почти все. Оказалось, что казалось. В первый же год работы с новыми мастерами я потерял более 100 тысяч рублей. Причина в том, что люди были непроверенные. Я их искал по рекомендациям, по объявлениям, но качество работы оставляло желать лучшего. Всего лишь 5% людей, занятых в строительной сфере, достойны того, чтобы делать ремонт в квартире. Все остальные могут лишь красить подъезды и делать ремонт в общественных зданиях. И только 1% мастеров могут делать высококлассный, сложный дизайнерский ремонт. Об этом я тогда еще не знал. Зато сейчас все просто. Мне периодически звонят бригадиры в поисках объемов. Я задаю им буквально 1-2 вопроса. Как вы делаете это? Как вы делаете то? И уже сразу ясно, кто передо мной, профессионал или временщик. Хотите так же? Смотрите урок профи за 3 минуты. Поехали! Итак, наша тема называется «Профи за 3 минуты». Пройдя этот урок, вы сможете буквально за 3 минуты оценить квалификацию мастеров, с которыми встретитесь. Как я уже говорил, 95% исполнителей на стройке не подходят для ремонта. И я их для себя разделил на некоторые группы. Вы их будете встречать и узнаете. Кое-какер. Это люди, которые вам говорят, ну я уж в этом кое-что понимаю. Действительно, он прав. Кое-что он понимает, кое-что знает, кое-как умеет. Но это точно не профессионал. Рукожоп. Таких большинство. Они привыкли красить подъезды и работать в общественных зданиях. Поэтому работают неаккуратно и криво. Авансисты. Таких тоже, к сожалению, очень много. И я немало денег зарыл, обращаясь к таким людям. Они в первую очередь берут аванс. Ну и, как правило, после этого либо пропадают, либо делают вид, что работают, но работа стоит. И так до тех пор, пока у них не закончатся деньги. Еще есть яйца крутые. Они ответят на все ваши вопросы. Вы их не сможете сразу распознать. Это умник, который все знает. Но, к сожалению, руками работает очень плохо. Я для себя определил четыре основных критерия профессионализма. Самое главное – это ответственность и дисциплина. Люди, которые работают в ремонтах, они работают на себя. Это такие мелкие предприниматели, можно сказать. И им очень сложно себя организовывать. Есть также такой критерий, как знание навыки. Ну, это понятно. Есть еще такой критерий, как аккуратность. Это очень важно при работе в квартире. Вы же не хотите, чтобы у вас мастера работали небрежно, чтобы испортили то, что уже сделано. Чтобы были неровные края, неровные примыкания. Это все очень важно. И людей, которые работают аккуратно, крайне мало. Еще критерий клиента – ориентированность или адекватность, можно так сказать. То есть человек должен слышать вас и понимать, что вы от него хотите. Должен быть управляем, не вступать в конфликты. За годы работы у меня выработалось определенный уже табу. Я всегда с большой осторожностью отношусь к людям, которых расценки ниже средних. Много таких людей на бесплатных доступах объявлений. И я тоже не рекомендую вам искать их там. Если человек не имеет личного автомобиля, это также очень подозрительно. Потому что настоящий мастер должен зарабатывать в разных регионах по-разному. В городах-миллионниках минимум 60 тысяч в месяц. А настоящие мастера, за которыми очередь, они зарабатывают 200 тысяч и более. С такой зарплатой можно за год накопить на нормальный автомобиль. Наличие рекомендации не является гарантией. Конечно, это значит, что человек где-то себя неплохо проявил. Но еще раз повторюсь, то, что подходит другим людям, это качество, не факт, что подойдет к вам. Поэтому спрашивайте рекомендации, но проявляйте лично сами, какое качество работы выдает человек. Бывают два сценария, когда мы встречаемся с людьми в первый раз. Это может быть встреча на вашем объекте, на вашей квартире. И тут мы смотрим. Если человек пришел на встречу раньше времени, значит, это первый признак, что он очень хочет работать. Нуждается в деньгах. Естественно, оцениваем его внешний вид. Внешний вид не на работе вместе, а когда он к вам пришел с улицы. Как он одет? Чисто, опрятно, аккуратно. Важно, чтобы он сам проявлял интерес к работе, задавал вопросы по содержанию работы. Уточнял, какие сроки и качества требуются. Может быть, даже давал советы. Четвертый критерий. Мы спрашиваем, может ли он показать свою работу на других объектах. Это не является важным критерием, потому что очень часто так происходит, что человек закончил работу на объекте. Хозяева квартиры въехали. И как он уже сможет показать? Ну, понятно, что хозяева будут против того, чтобы он будет водить людей за рекомендациями. То, что люди показывают на смартфоне, я вообще никогда внимательно, никогда к этому серьезно не относился, потому что там и качество не видно, и скачать это можно где угодно. Если мы встречаемся на объекте мастера или бригадира, конечно, в первую очередь мы смотрим, насколько все там аккуратно построено, насколько там чисто. Для этого нужно встречаться в конце рабочего дня, потому что в течение, в разгар рабочего дня тут порядок будет наивно ожидать. Но нормальная бригада всегда в конце рабочего дня должна вымыть инструменты, сложить их по своим местам и убраться на объекте, чтобы не было кучи грязи, пыли под ногами. Поэтому встречаемся в конце рабочего дня, смотрим порядок на объекте, чистоту, проверяем на этапе черновых работ, укрыты ли пленкой окна, пол, стены, укрыты ли готовые поверхности уже, когда ремонт находится на финишном этапе. Проверяем, спрашиваем, есть ли у них пылесос свой. Пылесос это один из главных инструментов любой бригады. Строительный пылесос. Смотрим инструмент, какой чистый, исправный, какая марка. Чтобы это было Bosch или Makita, Hilti не обязательно, потому что это премиальный инструмент, он очень дорогой. Уровни должны быть Stabilo или Capro. Это уровень, который имеет гарантию 10 лет. Ну и, конечно, смотрим, что они уже сделали. Мы должны оценить качество работы, насколько там аккуратно, насколько четко сделана работа в конце этого дня. Посмотрите, я вам подготовил иллюстрации, как должно быть и как часто бывает, сожалению. Какой вариант вы выберете, верхние картинки или нижние? В ходе встречи с бригадиром вы должны согласовать ответственность. Сдавайте ему вопросы. Вы согласны бесплатно за соусчет исправить все свои ошибки? Ответ должен быть только положительным. Второй вопрос. Какие у вас условия гарантии? При каких обстоятельствах вы сможете отказаться от своих гарантийных обязательств? Ни при каких. Бригадир не должен искать причины, по которым он откажется от своей гарантии. Конечно, сразу уточните, какой срок гарантии. Согласны ли вы компенсировать за свой счет в пустую потраченные или пропавшие материалы? Ну, понятно, допустим, отштукатурили стену, что-то пошло не так. Приходится отбивать слой штукатурки и наносить новый слой. Но потрачены уже десятки мешков гипсовой смеси. Готовы они покупать ее за свой счет или нет? И последний очень важный вопрос. Опишите бригадиру, какой у вас объем работы. Попросите его, чтобы он указал конкретный срок, когда он сможет закончить этот объем. Далее задайте вопрос. Готов ли он нести ответственность материальную за каждый день просрочки по его вине? То есть вы гарантируете, что с вашей стороны будет все, что нужно. Электричество, вода, материалы. Им нужно только работать. Но, если вдруг будет хотя бы один день просрочки, за каждый день просрочки вы удерживаете с него 10% от общей стоимости работы. Проходит 5 дней, удержали половину стоимости работы. Проходит 10 дней, все. Они ничего не заработали, ни одной копейки. При этом время исправления ошибок, косяков должно входить в общую продолжительность работы. Согласен он на такие условия? Если согласен, то супер. Личностные вопросы. Они направлены на выявление психологического профиля человека. Уровень его ответственности. Вообще, насколько он порядочный человек, по-простому говоря. И задавая эти вопросы, вы уже сможете судить по ответам, на что обращать в первую очередь внимание. Вот, посмотрите на эту таблицу. Тут несколько блоков вопросов, которые позволяют вам уточнить основные психологические моменты, для того, чтобы потом человек вел себя достойно, порядочно и ответственно. К примеру, что он не любит делать, что нужно проверять особенно тщательно, мы выявляем с помощью вопроса, если вы выискали помощника, что вы больше всего, чем бы он вам больше всего помог в работе. Или, например, вопрос, что вам больше всего не нравится в вашей работе. Если он говорит, мне не нравится шкурить стены под лампочку, значит, вы особенно тщательно сами под лампочку проверяете, как он их зашкуривает, как он выгладил стены. Надежность. Говорите человеку, я рассчитываю с полностью, но только по окончании работы. Вы готовы начать работу на основе подписанного договора без аванса? Если он готов, то это очень хороший признак. Дело в том, что все настоящие профессиональные мастера, с которыми я работал, они не берут авансы. Почему? Потому что они уверены в том, что деньги свои возьмут, что качество их работы полностью устроит заказчика, и он работу сделает быстро, и по окончанию объема он свои деньги возьмет. У меня были случаи даже, когда я сам, у меня, допустим, мозаичник завис на объекте, там, второй месяц. Я ему сам говорю, Сергей, ну возьми деньги. Он говорит, ладно, я вот сначала закончу, потом уже сразу весь объем возьму. Дисциплина и ответственность. Как строится ваш рабочий график? Вы не заразаете, если мы разместим на объекте веб-камеры, чтобы иметь постоянный контроль за ходом работы. Не обязательно размещать веб-камеры, я на самом деле довольно скептически отношусь к этой теме, но если человек здесь начинает юлить, мандражировать, это не очень хорошо. Честность. Почему на одних объектах воруют, а на других нет? Это такой очень тонкий, проективный вопрос, который позволяет выявить готовность человека обманывать и воровать. Как вы думаете, какой должен быть ответ? Правильный ответ – дело не в объекте, а в человеке. Честный человек на любом объекте не будет воровать. Суть проективного вопроса в том, что когда человек рассказывает о каких-то абстрактных, казалось бы, вещах, о людях, он говорит на самом деле о себе. Если человек говорит, что на одних объектах воруют, потому что там плохой контроль, значит, он, скорее всего, сам готов, если что, воспользоваться ситуацией. Если он отвечает, что все зависит не от того, как ведется контроль на объекте, а от того, какая бригада, какие люди там работают, вот это правильный ответ. Следующий момент – клиенты – ориентированность, адекватность, готовность выслушивать задачи, корректировать свои действия, исправлять недочеты. Спрашиваем, что для вас самое важное в отношении к заказчику? Слушаем внимательно, что он ответит. Или спрашиваем, что вас больше всего раздражает в клиентах? С какими клиентами вы бы не хотели работать? Я считаю, что хороший ответ с клиентами, которые потом не заплатят. К сожалению, такие тоже встречаются, и у многих из рабочих они встречались на их профессиональном поприще. Что касается заказчиков, которые любят контролировать, это ничего страшного. Человек должен адекватно это воспринимать. Опишите идеального заказчика для себя, он вам постарается описать, и вы посмотрите, что для него важно, насколько вы попадаете в этот образ идеального заказчика. От этого очень сильно зависит, как потом ваши сложатся отношения. Управляемый стремлений к развитию. Вы считаете себя профессионалом? И почему? Человек должен... Человек адекватный, он оценивает себя адекватно, объективно. А если он говорит, что я профессионал, потому что я так думаю, знайте, что вам потом с ним будет сложно, и очень тяжело будет в чем-то переубедить. Что вам нравится, и что не нравится в заказчиках. Если мастер начинает очень эмоционально описывать, какие заказчики плохие, это для вас такой тревожный символ. Возможно, вам потом будет сложно с ним ужиться. Что у вас было? У вас было, что не сложились отношения с заказчиком? Что вы делали? Чем все закончилось? Пусть он расскажет какую-то историю, если есть такие. Это хорошо проиллюстрирует вообще его, как он себя ведет в конфликтных ситуациях. Возможно, это пригодится, но надеюсь, что нет. Рекомендации. Спрашивайте рекомендации, но не в лоб, а вот немножко с хитрецой. Сначала задайте вопрос, у кого вы работали в последний раз? Как зовут этого человека? Дайте, пожалуйста, его телефон, чтобы я получил рекомендации. Ну, однозначно, у него должен быть на мобильном телефон последнего заказчика. И сразу же по окончании встречи с мастером звоните, спрашивайте. Тогда у вас будет вероятность того, что это не друг, который должен прикрыть его и дать положительную рекомендацию. Ну и последний момент – это мотивация и приоритет в работе. Вам нравится ваша работа? Что больше всего нравится, что не нравится? Всегда слушайте внимательно ответ. Если честно, не так много людей на стройке, которым нравится содержание их работы. Очень многие мечтают уйти куда-то, где почище, поспокойнее, нету такого физического измеряющего труда. Но люди многие работают, некоторым это нравится, некоторые находят удовольствие, с удовольствием развивают свой профессионализм, с удовольствием решают какие-то сложные задачи. Хорошо, если вам попадется такой человек. Считайте, что вам повезло. Что для вас самое важное в работе? Что заставляет людей работать с полной отдачей, быстрее и лучше всех остальных? Это опять проективный вопрос, когда человек говорит о людях, он говорит на самом деле о себе. Но при этом у него отключается фильтр, и он бывает более откровенен, чем если бы вы задали вопрос, «А что вас заставляет работать с полной отдачей?» И когда он отвечает искренне, вы уже понимаете, какие условия нужно создать на работе для того, чтобы он работал реально с полной отдачей. Чем хороший мастер отличается от плохого? Тоже интересный вопрос. Каждому человеку хочется быть хорошим, и вы оцените вообще, как он оценивает себя, как он оценивает свою работу, к чему стремится, и как он воспринимает себя и окружающими. На какое место он ставит себя среди своих коллег? Вопросы на знания. Я включил сюда несколько вопросов. На самом деле, их можно подготовить несколько десятков по любой из тем. Стены, полы, потолок, инженерные сети. Ну, давайте посмотрим то, что сейчас есть. Вы вынимаете маяки в ходе штукатурки стен? Если да, то в какой момент? Ну, правильный ответ. Люди, которые работают по технологическим картам, должны вынимать маяки сразу же, как только слой штукатурки начинает схватываться. Мы говорим сейчас о гипсовой штукатурке. И нужно замазать штрабу тем же самым раствором. Тогда у вас не будет никаких следов от маяков. Тогда будет штукатурка прочная. Как вы скрепляете металлические профили для гипсокартона, когда монтируете перегородку? Есть специальный инструмент, называется просекатель. Он пробивает отверстие в том месте, где два профиля соединяются. И таким образом на поверхности этих профилей нет никаких выпуклостей. Но часто делают наоборот. Берут саморезы, семечки, закручивают их, чтобы соединить два профиля. И в итоге высота этого самореза 4 мм. Появляется шишка. Сверху пытаются пришить лист гипсокартона. Естественно, эта шишка повторяется. Это категорически неправильно. Проверяйте этот момент. Нужно будет выравнивать лоджию под подкраску. Что вам понадобится? Человек должен думать головой. В первую очередь нужно уточнить, эта лоджия будет холодная или утепленная. Если это будет утепленная лоджия, которая присоединяется к жилому пространству, тогда там можно гипсовой штукатуркой работать. Если это холодная зона, тогда смеси только на цементной основе. Потому что они не боятся влаги, не боятся конденсата и будут служить вам долгие годы. Когда вы пройдете полный курс моего обучения, вы сможете составить собственный список контрольных вопросов, который выявляет профессионализм и знания мастеров. Ну а пока я вам желаю встречать на своем пути только самых ответственных и профессиональных мастеров и бригадиров. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok